Сегодня в эфире у нас гости. Это наш выпускник, подвоенный Роман Ильич, ведущий экономист финансового отдела Иркутской нефтяной компании, и Щукина Татьяна Владимировна, зав. кафедры финансов и финансовых институтов Байкальского госуниверситета. И сегодняшняя интересная тема открывает цикл передач, встречи с нашими выпускниками. Вы нас учили, и мы вас не забыли. Итак, Роман, мы рады приветствовать вас в стенах нашего университета. Вы совсем недавно вышли отсюда дипломированным магистрантом. И сегодня расскажите, пожалуйста, Татьяна Владимировна, что вы можете сказать о данном человеке, вот данный выпускник. Я также хочу поприветствовать всех слушателей, кто у нас сегодня присоединился, не только слышит, но и видит. Ну и если отвечать на первый вопрос Жанны Сергеевны, конечно же, Романа, я позволю себе без отчества, да, я могу характеризовать, конечно, только с положительной точки зрения. Это одна из наших звездочек. Конечно, мы с образовательной точки зрения можно характеризовать и как ответственного, и выполняющего все задания, которые мы в большом объеме даем нашим студентам. Но мы судим о студентах не только по учебным каким-то достижениям и по научным, но и, конечно, по человеческим качествам. И что мне, например, вот запало в душу, и, соответственно, по какой ситуации я помню Романа, может быть, ты, Ром, тоже вспомнишь этот момент. На одном из учебных занятий, когда мы ждали, пока придут остальные магистранты, зашел у нас разговор еще с одним магистрантом, который занимался в то время активно репетиторством, о репетиторстве. И мы в основном с ним беседовали, а потом я решила подключить к этому разговору Романа и спросила у Романа, «Роман, как ты относишься к репетиторству?» На что мне Роман ответил, «Я считаю, что репетиторство – это выкачивание денег за лень их детей». И я призадумалась. То есть вот такого отношения к репетиторству я совершенно не ожидала. Вот человек, который недавно закончил школу, прошел все этапы и так далее, и для меня этот человек, конечно, стал обладать, вот исходя из этого ответа, такими качествами, как самостоятельность. Он умеет управлять своим временем, он знает, что хочет от себя и от дальнейших, так скажем, своих, всех телодвижений с точки зрения учебы и так далее, и так далее. Поэтому я тогда подумала, что этот человек по жизни не пропадет, у него все будет хорошо. Спасибо большое, Татьяна Алина. И вот так Роман уже покрылся легким румянцем, да, он понял, куда он попал. Он все помнит. И это радует, что они все помнят. Роман, скажи, пожалуйста, почему именно на финансы БГУ, почему именно в Иркутске ты решил получить высшее образование? Ну, для начала я, наверное, всех тоже поприветствую. Рад, что меня позвали. Спасибо большое. Рад был вернуться в эти стены спустя, наверное, очень много времени. Касательно финансов, ну, тут вопрос, наверное, отпал сразу же. Почему финансы? Наверное, наравне с математикой одна из важнейших наук, которая позволяет мыслить не только, знаете, в расчетах, но и, так скажем, пофилософствовать о жизни, о природе, наверное, существованию, о деньгах. Поэтому тут вопрос, ну, даже и не сомневался, когда выбирал. Кто-то советовал тебе или ты сам принимал решение? Ну, вообще, изначально, я всегда сам, да, принимаю решение. Изначально, не буду скрывать, были не только финансы. Был выбор между пойти на вирусолога, либо пойти на финансиста. Так как бы геометрально противоположные специальности, конечно. Но в конечном итоге понял то, что немного углубился вопрос, понял, что финансы – это все-таки то, что хочу, то, что интересно. А почему Иркутск? Ну, в свое время решил то, что печальная такая статистика есть, то, что Москва и другие города, да, более крупные, они, к сожалению, выкачивают весь потенциал из регионов. И хотелось бы остаться здесь и сделать здесь что-то хорошее. Ну, а касательно вузов, ну, у нас только байкальские государственные готовят хороших финансистов. Спасибо. Ну вот, и мы теперь немножко даже, да, покрылись румянцем от мужчины. Где родился, там он пригодился, да? Да, совершенно верно. И Роман правильно воспринял эту пословицу. А какие вообще ты по жизни лирик, физик? Я, по-своему, сказал, что больше физик, больше люблю… Точные науки. Точные науки, конечно, да. Спасибо. Что яркого запомнилось вот тебе в студенческой жизни? Вот прямо вот что тебе, Татьяна Владимировна, поделилась своими воспоминаниями? А у тебя что вот такое вот? Ты вспомнил, так, студенчество, и сразу яркая вспышка. Ну, у меня для начала даже есть пример сравнения, потому что я первый курс учился не здесь, в Аргупсе. И тут на примере сравнения можно даже сказать то, что здесь люди более открытые, более, так скажем, живые, более радостные от своего процесса обучения. Ну и, так скажем, более вовлечённые куда-то более, чем самообучение, то есть желающие творить. А какой ты был студент? Вот какой ты? Ну, себя нельзя, наверное, хвалить, это немножко неправильно, но, надеюсь, не причиняющий проблемы преподавателю. Вот, это замечательная категория студентов. Татьяна Владимировна, а тяжело ли реализоваться студенту в науке, и какие возможности даёт наш вуз и наша кафедра? Ну, вообще, конечно, кратко на этот вопрос очень сложно ответить, потому что возможностей на самом деле огромное количество. Потому что, ну, начнём с того, что такое наука, да, что такое научная исследовательская деятельность, которая, конечно, есть в университете, и кафедра занимается активно научно-исследовательской деятельностью. Ну, вот Роман, можете сказать, он у нас науку двигал? Ну, я в целом, наверное, всё-таки сейчас не о романе скажу, а, соответственно, конечно, наука – это и написание научных статей. У Романа были научные статьи, ещё начиная с бакалавриата он писал научные статьи. Плюс ко всему это и участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях научных, которые тоже в множестве проводятся у нас и в самом университете, то есть организаторам, когда выступает и кафедра, и другие кафедры университета. И плюс ко всему, конечно же, нас активно приглашают как участников другие вузы нашей необъятной страны, да, и, соответственно, то есть возможностей просто огромное количество. Ну, и плюс ко всему, конечно же, если говорить о науке в продолжении, после уже бакалавриата и магистратуры, у студентов есть возможность поступить в аспирантуру. И мы, конечно, вот таких звёздочек, Роман, приглашали же, да, в аспирантуру. Было дело. Конечно, мы стимулируем различным образом. Ну, вот здесь Роман ещё в раздумьях. Ну, вообще сейчас ведётся активно разговор по поводу того, не только разговор, но и действия по поводу открытия в нашем вузе совета по нашему направлению, по финансам. И, соответственно, я думаю, что более активно начнут к нам и поступать в аспирантуру, ну, и в дальнейшем, возможно, даже себя попробовать как преподаватель. Итак, Роман, то есть мы ждём вас уже, возможно, в качестве практика, которая будет делиться своими знаниями со студентами. Роман, расскажите, откуда у вас такое желание постоянно учиться, то-то стремление к самообучению? И вы этим занимаетесь и на работе, или всё закончилось вместе с учёбой? Да нет, это до сих пор есть. Откуда сказать не могу? Наверное, будет банальный ответ с рождения. Потому что всё, что мне неизвестно, всегда было интересно изучить. В этом, наверное, и суть. Вот прошлого вашего вопроса про физиков. То есть всё неизвестное нужно объяснить, понять, хотя бы как-то теоретизировать. Наверное, вот оно и отсюда. Какие-то новые для себя открыл навыки, знания за время, когда ты ушёл с нашего вуза? Ну да, конечно, открыл. Честно сказать, первые дни на работе, это как будто меня в ад кинули, как говорится. Всё неизвестное, всё непонятное, всему нужно привыкать. Но многие знания, на самом деле, очень многие пригождаются. И какой круг вопросов ты сейчас решаешь в компании? Ну, у меня сейчас идёт вопрос по различным кредитным линиям, то есть привлечения финансовых источников в компанию. Вот недавно наша материнская компания выпустила облигации, тоже этот вопрос немножко курировал. Так что, скажем, сейчас постепенно углубляюсь больше в финансирование. А как устроен карьерный рост вашей компании? Он есть? Карьерный рост компании есть. У нас есть внутренние, так скажем, наверное, как скажем, лифты, да, позволяющие подниматься. Компания активно привлекает молодых специалистов, ищет их. Во многих аспектах, которые, наверное, люди боятся, это наличие опыта. Компания опускает глаза, если сотрудник, потенциальный там сотрудник, ему интересно, он инициирует какие-то вопросы, видит какие-то изъяны в текущих процессах, хочет решить. То есть, ну, те моменты, которые отпугивают многих специалистов после вуза, да, это отсутствие опыта, ну, у нас это можно обойти. Татьяна Владимировна, а какими компетенциями, по вашему мнению, должен обладать выпускник, чтобы сразу после бакалавриата, как Роман, найти свою работу? Ну, постараюсь, конечно, не говорить каким-то таким научным языком про компетенции, которые там универсальные, общие, профессиональные, профессиональные, то есть, которые стандарты предполагают, да, и, соответственно, мы, конечно, всех студентов учим одинаково. То есть, ничего Роману отдельно на ушко не шептали. Все в аудитории сидели вместе. Но одни всё-таки пытаются впитать в себя больше и получить, может быть, лучшее качество этих компетенций. Другие нет. Вот буквально сегодня на экзамене с одной студенткой тоже разговаривали, и вот она мне такую тоже мысль зародила, что пока сам не включишься в процесс, да, то есть, говорит, до второго курса я ещё думала, может быть, уйти, может, поменять, вот я себя чувствую творческой натурой и так далее, моё ли это, да, то есть, скорее всего, многие поступившие на первом и втором курсе задумываются, и не все вот так категорично всё это моё, а всё-таки вот в раздумьях. И когда с третьего курса начались более узкоспециализированные предметы, и она как раз в это начала вникать и пропускать через голову, она поняла, что моё, моё и мне нравится, и я прямо в этом процессе и уверена, что выбрала ту профессию, которая является моей. Поэтому, ну вот здесь с компетенциями, конечно, такой вопрос. Всё, мы, всё, что от нас зависит, мы даём, ну а уже от студента зависит, как это он вас возьмёт, да, как он это возьмёт. Замечательно. Скажите, Татьяна Анатольевна, какой процент трудоустройства выпускников вот по вашему направлению, по финансам и кредитам? Ну, вы знаете, вот по моим ощущениям, конечно, мы тоже собираем эту статистику, сколько у нас трудоустраивается выпускников, в каким направлением, да, часть потому что кто заканчивает бакалавриат и идёт в магистратуру, да, то есть некоторые ребята идут в армию, ну и так далее. То есть пути дорожки, конечно, расходятся, но что я хочу сказать, что вот того процента, который бы к нам обратился и сказал, я не могу найти работу, очень небольшой. То есть всё-таки большинство выпускников нашего направления трудоустраиваются. Замечательно. Это здорово. Так что учтите, да, будущие абитуриенты, если кто сейчас слушает, то есть те студенты, которые сейчас уже учатся, шансы очень большие. При вашем, конечно, желании. Роман, почему именно Иркутская нефтяная компания? Не знаю, наверное, вопрос, наверное, такой сложный. Я, на самом деле, никогда особо и не выбирал, до какой компании пойти. Просто так исторически получилось, что позвали на практику, причём я сам подавал в своё время документы на практику. Зашёл на их сайт, увидел то, что не можно, на самом деле, просто взять и подать прямо на сайте документы на практику. Это был третий курс, моя инициативная практика. И вот, спустя две недели мне ответили, ну и с тех пор, вот с третьего курса я здесь. Замечательно. Вот так сам, да, вот сам захотел и всё получилось. А как у вас там живётся молодым, встречаешься с однокурсниками, есть? Вот с однокурсниками, на самом деле, нет, потому что однокурсников не видел. Людей из вуза, да, видел. С нашего вуза, да, видел, да. Наши финансисты там есть. Финансистов, к сожалению, я не видел, но вот не буду скрывать, да, есть у нас один общий знакомый, да, про который мы говорили про репетиторство, он будет вот пытаться подавать туда. То есть он захотел. Захотел. Сменить, да, сферу деятельности. Ему очень хочется немножко уйти из госфинансов именно в корпоративные. Ну вот видите, да, несколько направлений получается. Госфинансы, корпоративка, можно туда и сюда везде себя попробовать. Так что глядишь и буду видеть перед собой, так скажем, своих однокурсников. Прямо своего однокурсника. А так, ну, много студентов вижу СБГУ, причем, если так смотреть на самом деле ретроспективно, да, именно на финансо-экономическое управление, ну, процентов 90 – это все выпускники финансов и кредит. Замечательно. Приятно, нам очень приятно это слышать. Роман, ну, я как бы, да, немножко выдам секрет, не секрет, я не знаю, у вас там есть в ВНК «Молодежный парламент». Ну, это «Молодежный совет» на самом деле, не «Парламент». Да, есть. Он сейчас, так скажем, переживает такое зародочное состояние, да, мы его немножко переделываем, переорганизовываем. Так получилось, что вот в этом году избрали меня председателем. Ой, мы тебя поздравляем. Спасибо. Суть, на самом деле, его немножко поменялась. К сожалению, есть такая практика, да, когда молодые сотрудники приходят, они очень сильно теряются, потому что для них это что-то новое, особенно для тех, кто это первый опыт работы в таких компаниях. И мы хотим с помощью «Молодежного света» их немного адаптировать. Если говорить англицизмом, это называется онбординг, да. Мы будем их в течение года, так скажем, вводить в курс дела. Это как кураторство. Да, у нас есть система наставничества, то есть за каждым молодым специалистом закрепляется свой наставник. Он, ну, получает наставник как работодателя, то есть начальника, так и от молодого молодежного совета, чтобы, мало ли, вдруг там, ну, сотрудник пропустил какие-то увлекающие мероприятия, и ему говорили об этом, что можно принять участие. Очень похоже, Татьяна, отдельно, как у нас, да, также в нашем институте есть система кураторства, наставничества для первого курса. Поэтому, я так понимаю, роман, собственно говоря, традиции, да, так же и идут. Ну, и тогда, если мы говорим тогда уже потом, да, про второй год и третий, то есть там три года развития, второй, третий год – это возможность включения в кадровый резерв молодых специалистов, чтобы они смогли конкурировать, так скажем, ну, грубо говоря, с матерыми лучшими сотрудниками. То есть даем им конкурентное преимущество. Здоровое конкурентное, да. Татьяна Анина, спасибо, Роман. Говорят, что сейчас экономистов, юристов выпускают много, все вузы, их избыток, но почему-то хороших специалистов дефицит. Вот как вы думаете, с чем это связано? Ну, здесь, в этом вопросе Жанна Сергеевна, конечно, если его разложить, да, по частям, здесь даже несколько вопросов, да, и на самом деле, опять же, я могу судить по количеству звонков от работодателей. У меня практически каждый день происходят какие-то разговоры с работодателями, которые как раз просят специалистов. Хороших специалистов. Ну, естественно, что они говорят компетентных, хороших, чтобы вы дали рекомендации, что они обладают определенными компетенциями, да, и так далее, и так далее. И на самом деле, вот этот дефицит кадров, он, это проблема, ну, не знаю, в Москве, в Питере, вот сегодня Роман уже затронул, может быть, эта проблема такая не стоит, да, но на уровне регионов это очень большая проблема. И на самом деле ее испытывают не только там малый, средний бизнес, ее начал, эту кадровую проблему начал испытывать и крупный бизнес, тот же ЕНК, периодически обращается к нам с просьбой подбора специалистов, да, кого вы порекомендуете и так далее. Плюс ко всему банковская сфера, вот что удивительно, да, что вроде бы всегда и по уровню зарплаты и так далее они стояли на одном из первых мест, поэтому без проблем набирали специалистов, ну, и туда требуется, не говоря уже о государственных финансах, да, то есть о сфере и министерства различные, и ведомства, и службы, везде требуются специалисты. Поэтому вот я прямо физически чувствую, что дефицит кадров существует в нашем регионе. И очень хорошо, что они обращаются напрямую к нам. Поэтому если какие-то сомнения по поводу, будет ли сложности с трудоустройством после выпуска и так далее, то есть то, что было озвучено нашим президентом, что переизбыток там юристов и экономистов лет 10 назад, то есть сейчас картина, конечно, кардинально поменялась. И в настоящее время этот дефицит, конечно, есть, востребованность рынка в экономистах есть, ну, про юристов, конечно, не скажу, не знаю просто, но в экономистах это точно есть. Роман, вот я думаю, что меня поддержит уже как со стороны работодателей, что действительно такой момент есть. И, соответственно, поэтому здесь с трудоустройством, я думаю, что никаких проблем не возникнет после окончания вузов. Это очень замечательно. Какие знания, Роман, тебе пригодились? Вот если сейчас вот смотреть, да, вот ты учился у нас здесь 6 лет, да, ну вот так, если вести посчитать сроки. Какие знания пригодились и какие планы на будущее? Ну, на самом деле, я бы сказал, что знания, наверное, пригодились все. Как бы это кто ни думал, да, то, что после вуза, когда приходишь на работу, нужно все забыть, многие так говорят. Ну, я с этим крайне не согласен, потому что первым же делом меня посадили за внешнеэкономическую деятельность. Вот, спасибо большое Татьяне Владимировне, как раз ввела этот предмет, поэтому все пригождается. Может быть, не в полном объеме, как мы хотели бы, хотелось бы, но что-то откуда-то постепенно, ну, так скажем, проскальзывает. А по планам, ну, возможно, буду дальше развиваться в этой компании, потому что компания, на самом деле, хорошая. Карьерный рост у нее есть, по региону пока не планирую, поэтому как-то так. Ну, как-то так, да, у Романа. На такой период времени планируешь вот такой вот у тебя? Какой долгосрочный план планирования своей жизни? Ну, он даже, на самом деле, так скажем, больше среднесрочный, года два-три, вот. А дальше посмотрим. А дальше посмотрим. Совершенно верно. Роман, еще вопрос. Вот что бы ты посоветовал себе, 18-летнему, сейчас, вот, да, вот представь себя 18-летним, вспомни себя. И что бы ты сейчас себе посоветовал? И второй вопрос будет, какие тренды образования сейчас, ты считаешь, нужно учитывать тем абитуриентам, которые думают, куда же мне пойти после школы? Ну, касательно совета себе, вот как раз сегодня разговаривал со своим руководителем, она сказала мне такой совет, что нужно быть жестче. Наверное, 18-летнему себе я порекомендовал бы быть себе жестче в некоторых вопросах и, наверное, не бояться экспериментировать. А касательно трендов, ну, если мы говорим про финансы, то повсеместная цифровизация, нужно всегда обращать на это внимание, потому что финансы уже, как историческая категория, так как мы знаем, немножко расширилась. Она стала пересекаться с другими науками, например, с информационными технологиями. И, наверное, на будущее, ну, где-то рассмотрите в эту сторону. То есть рассматривать финансы уже не так классически, а более широко. Ну, то есть с учетом цифровизации, искусственного интеллекта. Они так широкие у нас. Это да, бесспорно. Куда еще шире? Ну, к сожалению, время обязывает то, что нужно постоянно расширяться. Да, ну, мы однозначно согласны. Мы стараемся идти в ногу со временем всегда, да, то есть и лекции, и... И меняются учебные планы в связи с тем, что требуется. То есть время требует новых знаний, и мы, конечно, стараемся это давать студентам. Татьяна Владимировна, вот есть работа-мечта, да, вот, ну, Роман хоть не говорит, что это моя конечная мечта, да, возможно, что-то будет меняться. Но преподаватель, наверное, есть студент-мечта, вот такой образ. Вот это кто? Вот о каком студенте вы мечтаете, вот которых вот все бы такие были? Ну, я, честно говоря, никогда не задумывалась, то есть мы всегда работаем с тем, что имеем, да, то есть зачем мечтать? Лучше, так скажем, из того студента, который ты получаешь на первом курсе, сделать студентам мечту, да, то есть вложить в него и на выходе получить то, что, соответственно, ты бы хотел увидеть в конечном результате. Ну, и, Савин, тогда вот тем ребятам, которые вот приходят в 18 лет. Конечно, я еще хотела сказать, что ежегодно, когда мы выпускаем своих студентов, бакалавров, магистрантах, вы не представляете, какое чувство опустошения мы испытываем в определенной степени, потому что рука об руку идем 4 или 6 лет, да, и, соответственно, потом такова жизнь, да, необходимо прощаться. И кажется из года в год, что лучше, чем вот сейчас выпуск, уже, наверное, не будет. Но потом приходят новые и так далее, вкладываешь в них, ростишь, также, соответственно, холишь и лелеешь, как говорится. И удивляешься, какие новые. И, да, действительно, на выходе нам наш продукт очень нравится. Это замечательно. Благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Роман, спасибо, что нашел время в своем плотном графике и сегодня пришел к нам в наши стены, в свое «Альма-Матер». Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам финансового благополучия и реализации тех планов, и как можно больше таких студентков, Татьяна Владимировна, которыми можно было гордиться. Так что, Рома, мы гордимся тобой так держать. И, надеюсь, это не наша сегодняшняя последняя встреча. Ждем тебя еще к нам, чтобы рассказать про свою интересную жизнь выпускника финансов и кредитов. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые слушатели. До новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.